здравствуйте любители тенниса меня регулярно спрашивают как определить с каким вращением пойдет мяч как разобраться куда он будет крутиться и отсюда как его принимать получается то есть многие уже дошли до того понимания что надо четко понимать с какое вращение к вам приходит вот на этот вопрос но нет однозначного такого ответа вот надо разбираться да надо понимать вот первое что хочу сказать вкратце можно ответить что в зависимости от того под каким углом находится ракетка меняется угол вращения то есть если ракетка носочек например от прямой отходит наклонен к вам то вращение будет в эту сторону вот мяч уходит сюда сделаем ровно мяч ровно практически остается на столе чуть-чуть наклоним вот сюда вот мяч уходит в ту сторону вот но не всегда мы видим точку вращения и чем выше уровень мастерства подающего тем труднее определить вот какое вращение там к вам прибежит при прыгает тут есть еще один такой простой способ вот когда верхнее вращение верхнее боковое мяч как бы на вас напрыгивает то есть прыжок такой делает когда нижнее нижнее боковое он как бы зависает немножко в воздухе и потом падает зависает и падает но это как бы все вторичные способы и не сильно эффективные самое простое вот что я рекомендую это начать подавать самому подачи попробовать повторить их не так много там вот с боковым вращением там вот сюда вниз обратка там с этой стороны несколько вариантов попробуйте возьмите цветные мячики или фломастером их разрисуйте и посмотрите что происходит куда мяч крутится под каким вращением он от вас уходит вот что там можно сделать какую хитринку можно сделать изучите подачи и вы будете знать уже по движению противника соперника что к вам придет то есть только вот потренировав разобравшись самому что вы посылаете какое вращение вы делаете вот вы будете знать что к вам придет а другого такого универсального способа каждую подачу каждый игрок исполняет немножко по-своему где-то он дотянул где-то вот сюда пропустил глубже получилось верхнее вращение чуть ниже протянул нижнее вращение и вот это достаточно сложно но когда вы уже подавали сами и знаете примерно что полетит тогда легче ориентироваться вот еще такой второй момент вот меня спрашивают вот раньше такой вот накладкой играл где вот сейчас ее найти ребят я вот очень долгое время закупался все время в одном магазине но сейчас вот связи с ситуацией стране ассортимент резко упал и поэтому можно посмотреть понятно что все привыкли удобно договора уже связи там все но предлагаю обратить внимание еще в других магазинах вот хочу порекомендовать недавно вот искал там редкую накладку и обратился в магазин рус т.т. или е т.т. мы ссылочку ниже сделаем то есть помогли подсказали нашли я купил и вот очень все здорово хорошо работают просто уважуха вот так же могу сказать вот это наверно один из магазинов где остались вот такие вот как у нас сейчас шикарные столы французские корнелюша я их ласково зову вот ну отличная просто вещь до цена тоже хорошая но стол стоит того вот кто не ограничен в бюджете я рекомендую вот обратить внимание на эту французскую фирму я сам разбирался анализировал что привычная у нас что ник и стига но вот есть еще и очень очень достойного качества вот что дальше третий момент ну задавайте вопросы задавайте конкретно вопросы мы будем стараться на них на всех отвечать не всегда вот есть такие вопросы что что-то высказала человеку не интересно он его не развивает просто два слова ляпнул и нет ответа то есть четко формулируйте мы будем по ним снимать уже ролики вот на этом у меня все до свидания до новых встреч и